Обеспечение безопасности труда на предприятии – жизненно важный элемент бизнеса. Под таким названием прошел семинар в районной администрации. Семинар проводился для предприятий и организаций района. Их представители получили разъяснение по вступающему в силу с 1 января следующего года целому ряду нововведений в трудовом законодательстве, обязывающим директоров организаций всех форм собственности усилить контроль за соблюдением безопасности труда для своих работников, о чем необходимо заблаговременно в установленные сроки отчитываться перед проверяющими органами. Семинар проводился при поддержке районной администрации. Модератором выступила общественная палата Щелковского муниципального района. Ее председатель Александр Макаров отметил, что ответственные должностные лица на предприятиях должны еще раз проверить принятые меры по соблюдению законодательства о безопасном труде для своих сотрудников. Контроль же за исполнением этого важного дела в первую очередь должны взять на себя профсоюзные организации. Я очень рад, что сегодняшняя тема у нас не впервые звучит. Я думаю, что в связи с законодательством, которое у нас там изменения произошли, она немаловажная. Если раньше все было упрощенно, то их не знали сегодня наш модератор и все участники эту тему все-таки развернут. Также на семинаре выступила начальник отдела номер 3 Государственной инспекции труда в Московской области Наталья Вантюсова. Ею была доведена информация о необходимости проведения на предприятиях специальной оценки труда, которая вводится как обязательная составляющая в отчетах к директоров перед проверяющими органами о соблюдении трудового законодательства. На семинаре обсуждали и другие вопросы. Это обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и от профессиональных заболеваний, а также о современных методиках обучения персонала «Правилам безопасности труда». Все прекрасно понимаете, что жизнь человека – это самое дорогое, что у нас есть. И несоблюдение малейших требований безопасности может привлечь к трагическим последствиям. Мы сегодня рассказали предпринимателям, руководителям о том, как эта спецоценка условий труда проводится на территории Щелковского муниципального района с привлечением именно наших учебных центров, которые базируются в Щелково. Андрей Циханович, Александр Раджевский, телерадиокомпания «Щелково».